Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал, особенно если вы новый подписчик. Так, и мы с вами сегодня посмотрим расклад на три позиции, который называется «Роль Таро в вашей жизни». Эту тему придумала не я, я ее увидела на просторах интернета. Не помню, кто автор, коллега, на каком канале я это увидела. Мне просто понравилась тема, я захотела ее сделать. У себя в телеграм-канале я уже этот расклад делала, но захотела сделать и на большие, так сказать, массы. Кто хочет подписаться на мой телеграм-канал, ссылка есть под видео, по ссылке мои услуги. Вот, и в принципе, если кому интересно обратиться ко мне за личным раскладом, тоже переходите по ссылке мои услуги и читайте стоимость, с какими вопросами можно ко мне обращаться, что я делаю и так далее, и так далее. Потому что мне в личные сообщениях телеграм присылают такие вопросы. Вот, и я думаю, наверное, я просто последнее время делаю чисто технические расклады и не напоминаю о том, что вот есть у меня услуги, вы можете приходить на личные расклады. В принципе, знаете, когда я смотрю и слушаю об этом у коллег, мне кажется, не знаю, что это само собой разумеющееся, что если тебе нравится какой-то мастер, и ты хочешь к нему обратиться, то ты ищешь его контакты. Ну, для меня, вот как для адекватного человека, я себя, по крайней мере, таким считаю, что мне кажется, это само собой разумеющееся. Но в продажах очень важно напоминать как-то об этом, говорить, рассказывать людям. Мне вообще все эти фишки кажутся странными. Почему? Потому что все-таки я рассчитываю на адекватную аудиторию, на людей осознанных, которые понимают, что в своей жизни, если ты что-то хочешь иметь, тебе что-то нужно и сделать для этого, да, то есть, ну, самостоятельно взять ответственность. Поэтому, в принципе, я про это и не говорю, но, блин, кто знает, разные люди, разные. Я здесь порой такое читаю, что встают волосы дымом. Вот. Но. Итак, будем смотреть роль Таро в вашей жизни. Надеюсь, вы определились с позициями. Так, отодвигаем, позиция номер один, голубенький камешек. Так, я его так поставлю, чтобы его не видно. Надо понять. Вот я его сюда поставлю тогда, в поле зрения, чтобы он был. Чтобы было понятно, что это первая позиция. Итак, три аркана. Три аркана. И мы с вами смотрим, какая роль Таро в вашей жизни сейчас, на данный момент. На данный момент. Смотрите, во-первых, здесь для кого-то Таро является моментом, действительно, ответов на вопросы, когда вы находите вот в какой-то своей дуальности, да, то есть когда человек стоит перед каким-то определенным выбором, и нужно понять, вот каким путем идти, да, что мне выбрать, как-то определиться по жизни. На данный момент, вот, Таро играет для вас такую роль выбора. Выбора, определения. Почему? Потому что здесь выбор не обязательно между двух вариантов, а здесь как будто бы открыта некая такая перспектива. Вы, возможно, получили какую-то информацию о чем-то, да, ну, либо получаете, если мы говорим, в общем, какую-то информацию. И вот вам важно определиться с очень мудрым выбором, то есть в какую сторону шагнуть. Мудрость заключается в том, что здесь человек не хочет совершить ошибку, и поэтому он хочет максимально быть уверенным в своем выборе. Вот Таро, оно дает некие такие подсказки для вас в контексте именно определения, таким образом, чтобы не обжечься. Потому что здесь может быть вот этот вот страх, я не хочу ошибиться, допустим, там, я не знаю, если это касается личной жизни, то я не хочу ошибиться в своем новом партнере, новом знакомстве, да, например, новом знакомом. Либо если я хочу куда-то переехать, да, не хочу ошибиться, что вот я перееду, а там не будет того желаемого результата, который вот мне необходим. То есть на данный момент вот происходит нечто такое. Не хотела вытаскивать дополнительный аркан, хотела сделать короткий расклад, но ладно, как пойдет, потому что мне не хватает информации. Да, здесь есть как раз-таки такой переходный этап сейчас, переходный этап взросления. Очень много было совершено в кавычках ошибок. Почему в кавычках? Потому что проще назвать это неким таким опытом, который вам был необходим. И здесь уже присутствует такое, знаете, ощущение, что я постоянно наступаю на одни и те же грабли, и хочется уже вырасти. Вот не хочется наступать на эти грабли, да, но при этом не хочется терять какую-то свою детскость, что ли, свою открытость, то есть не закрываться, не озлабливаться, ну то есть не быть злым. Хочется здесь как будто бы человеку удержать вот что-то такое чистое в его душе, но при этом не причинять себе большей боли. Почему я говорю о чистоте? Потому что здесь пятерка кубков, она говорит о разочарованиях. И это разочарования, они связаны как раз-таки с вашими эмоциями, что где-то вот были как-то вот открытые, что ли, легкомысленные в контексте доверия, где-то вот больше доверялись людям. И от этого получили вот какой-то опыт не очень приятный, может быть, у кого-то он повторялся несколько раз. И поэтому, знаете, повторюсь еще раз и скажу, не хочется быть озлобленным человеком, но и при этом не хочется быть, на сленге скажу, каким-то таким лохом, которого разводят постоянно. Поэтому Таро на данный момент дает подсказки вам. Что еще? Что еще для вас значит, Таро? Интересный момент. Девятка мечей что еще дает? Дает понимание того, как прояснить то, что происходит у вас в голове. Потому что Девятка мечей, она всегда говорит о волнениях, тревогах, может быть, у кого-то чувство вины. Может быть, даже есть страхи не такие сильные. Но вот, скорее всего, здесь больше идут негативные, повторяющиеся мысли. Особенно, когда человек накручивает себя. И вот необходима какая-то палочка-вручалочка, которая действительно, за которую можно ухватиться и выйти на поверхность. То есть, чтобы разрушить вот этот какой-то замкнутый круг одних и тех же мыслей в своей голове. Могу сказать, что здесь как будто бы отрезвляет. Таро действительно вас отрезвляет и подсвечивает вот эти повторяющиеся моменты в вашей жизни и мысли, которые их порождают. То есть, здесь очень много мыслительного процесса идет, помимо эмоционального. А что предшествовало этому? Да, что предшествовало, какая была роль Таро, да? Вот до Таро здесь человек как будто бы был в каком-то унынии по четверке кубков. Немножко хочется сказать в запутанном, в каком-то таком расстроенном состоянии потерянном мне идет энергия потерянности, да? Когда вот я не знаю действительно за что ухватиться. Это вот ваше состояние. А что касается Таро, как вы к нему относились до этого периода? Ну, вызывало у вас такое, знаете, неоднозначное ощущение для кого-то вот прям восхищение, такие яркие эмоции. А для кого-то здесь яркие эмоции в негативном ключе. То есть, это могли быть какие-то, знаете, предубеждения, типа, что люди, которые занимаются Таро, они одинокими, одинокие. То есть, как будто бы Таро вызывает одиночество. Это как мнительность вот и вера вот в мифы касательно Таро. То есть, здесь вот прям полярные какие-то состояния были. У кого-то так, у кого-то так. Но при этом не было вот именно ясность, ясной картинки того, что есть Таро. Почему? Потому что вот присутствовало какое-то вот недопонимание и вообще непонимание тех людей, которые увлекаются Таро. То есть, здесь был какой-то такой момент. Хорошо. Что вам даст Таро в будущем? Как оно повлияет на вас? Смотрите, Паш Пендакли. Ну, даст вам какое-то новое знание, связанное вот именно с ценностей. Какие-то новые ценности. Ценности чего? Вот они как будто бы, знаете, научат вас с одной стороны делать выбор. Если, ну, то есть в будущем, да, даст вот эту вот ценность. Совершение правильности выбора, да, то, что в принципе есть сейчас, это будет развиваться и в будущем. А с другой стороны, здесь идет вот именно принятие себя. То есть, самая большая ценность, которую подарит вам Таро, это то, что вы научитесь принимать себя. И велика вероятность, что это вот будет связано каким-то образом с пятеркой кубков, которая способствует именно зрелости человека. И с другой стороны, вот девятка мечей. То есть, здесь будет проясняться, вы найдете ответы для себя, вот именно ваших мыслей, да, то, как вы мыслите, с одной стороны. А с другой стороны, вот именно понимание, понимание себя, отсюда идет ясность. А с другой стороны, по пятерке кубков, как будто бы, знаете, человек научится ценить то, что он уже имеет на данный момент, не то, что когда-то было утрачено. То есть, здесь вот как будто бы вектор внимания, он будет направлен на что-то позитивное и на момент здесь и сейчас. То есть, могу предположить, что Таро здесь поможет человеку стать более осознанным. Что именно вам нужно будет принять в себе? Вот она, тройка кубков. Теперь смотрите, как интересно вы вышли, выпали арканы. Тройка кубков, вот они, три кубка, которые когда-то были у человека, да, была вот эта вот легкость, праздник, то, что я говорила здесь по тужу кубков. Открытость, доверие, какая-то чистота души. Но не знаю, по каким причинам, да, что, какой опыт вы здесь проходили, что здесь люди как будто бы вот разочаровались. Разочаровались в том, что есть добрые люди, что есть отзывчивые люди, что есть щедрые люди, да, что вот как будто бы легко по жизни не будет. То есть такое ощущение, что сначала у вас была легкость по жизни, то есть вы были достаточно поверхностным человеком, не углублялись в какие-то моменты. Это привело к каким-то разочарованиям для того, чтобы вы сделали определенные выводы в своей жизни, немножечко откорректировали свой характер. И теперь, когда вы изменились, скорее всего, в будущем, когда вы изменитесь и примете себя, это вот будет неким таким неожиданным подарком для вас, в вашу жизнь снова ворвется вот эта вот легкость и радость, непринужденность какая-то. Но вы уже будете другим человеком, вы уже не будете тем человеком, который был до Таро, вы уже будете, вот знаете, человек, который в унынии, в апатии, вот все, все ему как будто бы приелось, да, человек, который находится в своем эмоциональном комфорте. Вот у вас появится после того, как вы примете себя, и мы спрашивали, что именно нужно принять в себе, вот эту вот легкость, да, она снова у вас появится, снова появятся у вас какие-то результаты на эмоциональном плане, то есть какие-то новые переживания, в хорошем смысле слова, новые проживания, лучше сказать, эмоций позитивных. То есть придет вот эта вот легкость и радость в вашу жизнь, после того, как вы примете себя. То есть вам нужно научиться принимать легкость в свою жизнь. С чем связана эта легкость, то есть почему она здесь выпала? Ну вот как раз-таки подтверждение нашей девятки. Мечей, аркан башни, да, который говорит о том, что произойдут в вашей голове вот эти вот изменения с этими мыслями негативными, то есть здесь человек в будущем, знаете, это как некие такие трансформации, проработки. Человек понимает все больше и больше себя, понимает свои мотивы, понимает свои убеждения, где и в чем он себя ограничивает, что себя разрешает, что не разрешает. То есть башня полностью должна разрушить ваш взгляд до основания вот вашу ментальный вот этот вот план негативного ключа и заново построить. Но построить уже в этот раз свой ментальный план осознанного, то есть то, как вы мыслите. А мыслить вы будете в позитивном ключе. Ну, по крайней мере, я так вижу на данный момент. Это была первая позиция. И голубенький камешек. Смотрим позицию номер два. Красненький камешек. Двоечки. Смотрим. Три аркана. Раз, два, три. Итак, роль Таро в вашей жизни на данный момент. Интересно, интересно. Здесь идет какой-то переходный этап. Переходный этап ваше отношение к Таро. То есть от чего вы тут уходите и к чему идете? Ну, давайте уточняйте, от чего уходите, да? И к чему идете? Ну-ка, еще раз, от чего уходите? Возможно, здесь идет уход от акцента больше либо на финансовую сторону вопроса, либо на какой-то вот бытовой аспект, связанный с семейной жизнью. То есть здесь идут какие-то перемены, связанные с семьей, либо связанные с деньгами. Но однозначно была какая-то стабильность в вашей жизни, да? Которой вы прикладывали усилия каждый день и получали свои результаты. В принципе, вам ваша жизнь, она вас удовлетворяла. Но сейчас произошли какие-то изменения, да? То есть человек двигается, растет, и в вашей жизни появилась пятерка жезлов и шестерка кубков. Какая-то вот борьба, да? Какое-то соревнование с прошлым. Что вы тут здесь не принимаете? Как будто бы человек не принимает, а свой путь, дальнейшее какое-то развитие. То есть на данный момент Таро для вас неоднозначное. Неоднозначное. Я склоняюсь больше к негативным каким-то моментам. Знаете, вот не идет энергетически какая-то обида на Таро, что вот то, что вы узнаете, это как будто бы вызывает у вас какое-то негодование. То есть это настолько сильно влияет на вашу жизнь, я имею в виду Таро, что вы находитесь в каком-то сопротивлении, потому что с одной стороны здесь большой разрыв идет между прошлым и будущим. То есть с одной стороны у нас идет прошлое воспоминание того, как это было, как мне сначала помогало Таро, как я себя ощущала, как эти расклады, не знаю, помогали, не помогали. То есть какое-то вот ваше одно отношение. А сейчас вы как будто бы, я не знаю, то ли выросли, что-то здесь произменилось в вашей энергетике, и вы как будто бы вот это вот свое прошлое раньше не принимаете. Сейчас я скажу вам, что это за прошлое. Здесь человек очень сильно вырос в своем сознании. Не знаю, может быть, не принимаете расклады на ту тему, которая, например, была ранее. То есть ранее, возможно, вас интересовала личная жизнь, любовная сфера. Ну, то есть смотрели расклады, допустим, на эту тему, либо все, что связано там с выбором предназначения, с профессией. А сейчас вот как будто бы идет отторжение от этой тематики. И вы как будто бы внутри себя сами боретесь. То есть вроде бы, с одной стороны, есть какая-то привычка, что мне вот все равно нравится смотреть на эту тему расклада. А с другой стороны, я уже понимаю, что я вот как будто бы переросла, это выросло. Уже хочется что-то другое. Да, хочется как-то больше о перспективе. Как бы это вам объяснить? Здесь какие-то масштабы мне показывают. То есть раньше, допустим, было не то чтобы примитивно, а вот на уровне семьи, да, как домохозяйка. А потом вдруг человек как будто бы создал свой бизнес. Ему уже не интересно смотреть вот эти вот передачи там, про как приготовить еду, да, какие-то рецепты. Либо как там что-то почистить, как что-то убрать, как там вырастить что-то. Почему? Потому что здесь как будто бы человек вырос, и у него поменялись интересы. И здесь уже интересно, я не знаю, не то чтобы... Хотя почему бы нет? То есть вот, возможно, кому-то стало интересно, там, я не знаю, криптовалюта, к примеру. Что-то такое необычное, что ранее у вас оно вообще никак бы не затрагивало. То есть вот у меня идет какая-то такая энергия перспективы, когда человек сменил свой фокус внимания, и ему уже интересно, стали интересны расклады не только там, например, там, прород, что-то связанное с прошлыми, например, восплощениями, да, с династиями, с семьей, и вот, может быть, даже какие-то чистки. А сейчас появился какой-то вот интерес, например, в понимании себя, кто я в этой жизни, да, вот куда я иду, что меня ожидает в будущем. То есть фокус внимания сместился. Здесь у меня как-то так идет. Роль Таро в вашей жизни до этого момента, вот что предшествовало, да, вот был дьявол. Во-первых, была некая такая, знаете, зависимость, может быть, даже в некоторой степени одержимость, когда вот прям вот хотелось, да, то есть настолько сильно было влечение, настолько, причем не только просматривать расклады, и даже заниматься, как-то изучать эту систему. То есть это очень сильно влекло, это имело, ну вот, большую значимость для вас, да, вы в ней видели какую-то силу. Вот здесь в прямом смысле, когда говорится, не сотвори себе кумира. Возможно, у вас были даже и кумиры, какие-то, торологи. И это у одной категории людей, а у другой были очень сильные страхи, то есть люди боялись вообще, не то чтобы карты в руки брать, но смотреть эти расклады, да, особенно если достаточно религиозные, казалось, что вот это вообще идет противовес религии, системы, и чур меня, и я не хочу. То есть здесь человек действительно очень сильно вырос. Причем, знаете, не обижайтесь на слово примитивный, но давайте я его, наверное, заменю на слово элементарный, то есть от каких-то простых элементарных моментов, да, в своем процессе развития и эволюции мы приходим для, да, более сложно составляющих каких-то моментов, да, там, где нужно, ну, присутствует структурность, нужно больше думать, больше как-то вот вкладывать энергию, и это достаточно сложно, то есть вот здесь какой-то такой путь эволюции был, то есть по дьяволу здесь путь был такой достаточно земной, достаточно элементарный, приземленный, да, он имел акцент на на королеву кубков, а, вам не видно здесь, да, я так подвинула все сюда, так, вот, чтобы я понимала, чтобы вам было видно, учту этот момент, и ранее было вот, знаете, какая-то мнительность, предрасположенность, что ли, но не в очень хорошем ключе, либо человек прям, вот я говорю, не сотвори себе кумира, прям вот слишком прислушивался к тому, что говорят о тарологе, прям какое-то безукоризненное подчинение, да, здесь идет, ну и его противоположность, полный страх и отторжение, что будет в будущем, как таро будет влиять на вашу жизнь, в будущем, рецепендакли, рецепендакли, здесь идет как будто бы какое-то терпение, спокойствие мне идет, умиротворение, на, аркан силы, как будто бы здесь человек в дальнейшем, да, станет понимать, вот это вот ваш рост, он будет продолжаться, и в конечном итоге вы ощутите себя хорошо стоящими на ногах, вот таким, знаете, человеком достаточно приземленным, и это будет придавать вам некую такую уверенность, силу, здесь человек как-то чувствует себя более сильным духом, более уверенно, да, рецепендакли, видите, арканные движения идут, возможно, вас таро в дальнейшем будет как-то мотивировать, поддерживать, то есть вы будете слышать какие-то позитивные знаки, и у вас будет желание двигаться дальше, то есть вот расклады будут вас поддерживать, ну, либо, если вы самостоятельно делаете, да, либо слушаете где-то на канале, так, это была вторая позиция, я извиняюсь за то, что не отпустила карта ранее, но когда делаю расклад, я, я закрываю глаза, я не вижу, что происходит с картами, поэтому, сори, позиция номер 3, зелененький камешек, так, три аркана, это было ранее, это сейчас, а это в будущем, ага, два аркана было, два так два, итак, смотрим, роль таро в вашей жизни сейчас, сейчас отшельник у нас идет, то есть роль таро заставляет вас искать ответы на какие-то вопросы, здесь погружение, да, погружение в себя идет, здесь какой-то трансформационный этап у вас идет в вашей жизни, я бы не сказала, что вот вы прям сильно ориентируетесь на таро, но есть какие-то моменты в таро, вот вы как будто бы, знаете, включаете расклад, и вы его не смотрите, вы как будто бы его слушаете больше, и как мы говорим, краем глаза, да, а здесь скорее всего, краем уха, улавливаете какое-то, какое-то слово, какое-то выражение, и вот останавливается человек, и начинает раздумывать об этом, то есть здесь как-то аудиально на человека влияет информация, которую он получает, очень многое заставляет его задуматься, задуматься о жизни, задуматься о себе, здесь действительно переломный какой-то вот этап вашей жизни, что за, с чем связан этот переломный этап, десятка жезлов, ну сложно уже стало идти по жизни, в чем сложность, не хватает удовольствия, да, не хватает удовольствия, здесь как будто бы человек развалил на себя намного больше, чем он может унести, здесь не хватает какой-то наполненности, эмоциональной удовольствия, наслаждения, такое ощущение, как будто бы это какая-то пустыня, прям засохшая, и пустыня не в контексте песка поверхности, а в контексте земли, которая высохла и начала как-то лопаться, да, везде идут какие-то разломы, и при этом такое ощущение, что очень сильные ветра, и человек действительно показывает, как пустыню, знаете, ветер дует, и человек укутал, закрыл, скорее всего, свое лицо тряпкой, открыты только глаза, для того, чтобы не знаю, как-то закрыться от сильных ветров, что ли. Мне идет человек-странник, человек-пилигрим, который вот самостоятельно ищет себя в этом мире. на данный момент таро влияет каким-то образом на вас, и здесь человек ищет, как он может наполниться, как он может вот полить свою вот эту почву, для того, чтобы она плодородила, то есть здесь вот все как-то высохло, что послужило причиной вот этому высыханию. четверка мечей. Здесь человек как будто бы развернулся на 180 градусов. Человек ранее был очень активным, а сейчас как-то не знаю, то ли бесконечные трансформации, то ли какие-то расклады, то есть вас ввели в такое состояние потерянности. Но вы не потеряли себя, вы потеряли как будто бы путь, либо это, знаете, человек, у которого ранее были какие-то способности, он видел, видел свой путь, куда идет, видел свою жизнь, а потом что-то случилось такое, и он перестал видеть эти знаки. И человек как будто бы находится в молитве, да, с вопросом, вот за что, да, либо почему, почему ты забрал мой талант, почему ты забрал вот как-то мой навык, и я не вижу теперь, куда мне идти, то есть я чувствую себя вот слепым человеком, но вот эта вот слепость, она здесь дана как урок, для того, чтобы вы заново вспомнили не как видеть мир глазами, а вот как раз кину, то есть внешними, физическими глазами, а здесь как будто бы надо видеть мир глазами души, вот здесь человек слишком как-то материальным, что ли, стал ее, он забыл, перестал верить в чудеса, он перестал верить, не знаю, в силу, вот в магию, вот что-то такое, и сейчас какой-то такой переломный этап, когда человека специально как-то от объединяют, что ли, от социума, для того, чтобы внутри него что-то изменилось, и и потом как будто бы ему откроет пути, вот сейчас просто дороги должны быть закрыты, это так нужно для вас, вот поэтому возможно Таро на данный момент вам не помогает с ответами, вы чувствуете, что все меньше и меньше коллег делая расклады откликаются вам, потому что здесь пришло время слушать себя, слушать себя, здесь надо вспомнить себя, не знаю, почему у меня идет слово вспомнить, вот вы что-то вспомнить о себе должны, что-то, что было когда-то в вашей жизни, вы этим радовались, вы этим наслаждались, это не это не не 5, не 10 лет назад, это вот прям очень далеко в прошлое, что-то было такое в вашей жизни, причем я не знаю, какая-то может быть мелочь, какая-то деталь, какая-то привычка, то, что вы делали, но вас это очень сильно радовало, причем эта привычка, она как ритуал, то есть вы вроде бы относились к нему играючи, но с другой стороны это имело вот прям эффект, я не знаю, может быть смотрели на облака и с помощью силы мысли разгоняли эти облака на небо, на небе, и они вот исчезали, вот это не обязательно что-то магическое, но я просто пример привела, и вам это вот приносило удовольствие, то есть это не серьезная какая-то практика, вы здесь идет, подходили к этому как-то играючи, то есть вам это нравилось, вы делали это легко, а потом вот как-то в взрослой жизни вы это забыли, я не могу сказать, что это вот прям детство, либо это юность, я не ощущаю возраст, я чувствую, что это вот как-то было давно, и когда-то, когда вы были в этом состоянии, вы прям очень сильно радовались, вот это было что-то такое вот ваше родное, интимное, об этом возможно никто и не знал, вы никому не говорили, но это вот было для вас большим праздником, и сейчас, когда у вас идет закрытие дорог, когда вот уже расклады не совсем откликаются, не совсем про вас, как будто бы разворачивают вас именно вот в тот момент, когда вот эти вот привычки, повторы, ритуалы, называйте кому как комфортнее, они приносили вам удовольствие, что было в прошлом до Таро, была мечта, была мечта, была цель, а что за цель Верховный суд, ну смотрите, здесь такое действительно большая какая-то грандиозная мечта, она была связана возможно с вашим призванием, да, то есть касательно дела, хочу выбрать какое-то дело вот прям для себя, для души, возможно здесь кто-то как-то молил о том, чтобы открылся у него какой-то дар, вот вы прям в это очень сильно верили, этого очень сильно хотели, для кого-то, для Таро, вот прям это был такой большой путь проделан, да, прежде чем вы пришли к Таро, здесь человек пересмотрел свое отношение к Таро и вообще к гадательным каким-то практикам, либо здесь, знаете, здесь уже люди, либо у вас был какой-то наставник, не знаю, такое тоже есть, ну правда процентов на 5-6, здесь такое ощущение, что вот в вашей семье уже кто-то занимался, не знаю, либо Таро, либо имел отношение к Таро, почему к Таро только, потому что, ну мы эту тему рассматриваем, но здесь не только в контексте Таро, здесь были люди, которые шаманы тоже были, ну то есть занимались практиками, и вы как будто бы выросли, знаете, вот в такой среде, как говорят люди, вырастают там в среде врачей, да, и папа врач, и тетя врач, там, и бабушка была врачом, либо дедушка, вот такая династия, да, то есть здесь какая-то династия людей, которые имели отношение к Таро, да, то есть вам это, это не то, что в зрелом возрасте вот как-то впервые услышали, пришли к Таро, нет, как-то, какая-то династия, которая имела отношение к Таро, каким образом, здесь вы еще даже, знаете, это какие-то кармические уроки были, которые привели вас к Таро, такое тоже может быть, что это еще может быть, подбойки мечей, возможно, у человека ярко выражена, здесь даже не интуиция, вот мне все-таки идет, что здесь какой-то дар, то есть вы как будто породились, и возможно, с детства мечтали, что этот дар, эту способность вы как-то раскроете, и будете как-то, вот на службу людям, вот прям, вы как-то об этом мечтали очень сильно, хорошо, что вам даст Таро в будущем, да, роль Таро в вашей жизни, в будущем, ага, королева жезлов, ну все хорошо, мне нравится, и аркан, колеса фортуны, здесь какие-то судьбоносные перемены вас ждут, в какую сторону закрутится колесо фортуны, аркан мира, закрутится в ту сторону, что вы будете выбирать, либо вы вернетесь как-то в прошлое, и то, чем вы занимаетесь сейчас, будете ощущать какую-то вот свою беспомощность, будете опираться исключительно на себя, то есть такое чувство, что вот вы как будто бы отрекаетесь что ли от Таро, либо наоборот, вы идете, шагаете в сторону Таро, но при этом какой-то вот новый подход, то есть вы расширяете свое восприятие касательно Таро, видите намного больше, масштабнее, то есть вот ваше отношение, оно изменится, изменится, да, я склоняюсь к тому, что здесь идет все-таки дальнейшее движение, потому что смотрите, выпадает великий аркан, то здесь возможно вы совершите какой-то прорыв в этой теме, что это за прорыв, мне прям самую интересно, аркан шута, да, ну здесь будет что-то такое очень важное, значимое в вашей жизни, либо вы начинаете заново путь и свое отношение к Таро, это знаете, вот как рождение, что ли, не знаю, может быть, кто-то отрисует какую-то свою колоду, не обязательно это Таро, но вот такое тоже идет, либо что-то создать свое, вот какую-то возможность системы, но в контексте Таро, то, что мы здесь рассматриваем, да, какой-то новый виток, и вот здесь действительно отношение к Таро меняется, причем очень глобально, почему-то мне идет что-то связанное еще и с переездом, здесь как будто бы Таро вас выведет на новый, на новый уровень, на новый уровень в вашем сознании, вы очень сильно поменяетесь, вы заметите, я не знаю, сколько на это время уйдет, однозначно, это не месяцы здесь, в контексте лет идет, но когда вы придете в ту точку, вот эту вот точку шута, и вы ощутите ту новизну, как вы изменились, да, в своей жизни, и посмотрите назад, вот в точку сейчас, то, что мы делаем, да, расклад, вы увидите, насколько сильно вы изменились, вы увидите свой рост, вы увидите, прям, не знаю, как вот кардинально изменился ваш взгляд, какой-то крутой поворот здесь будет в вашей жизни, каким-то образом, не напрямую, косвенно Таро повлияет на это, но здесь скорее всего акцент идет про то, что вы меняетесь, как человек, как личность, и вы поймете, что вот Таро как-то сильно на меня повлияло, опять же таки, не я напрямую, а как-то косвенно, я не знаю, о чем это, но вы станете другим человеком, абсолютно другим человеком, более осознанным, более осознанным, более взрослым, но при этом сохраните свою вот эту детскость, открытость, любознательность, где-то может быть в чем-то наивность, но вы станете уже другим человеком, вот прям такое вот большое, знаете, так бывает, когда живет, например, человек, а потом в его жизни происходит вот какой-то стресс, я не знаю, прям очень сильный стресс, как бы это объяснить, это вот живет, например, человек, а потом он попал в военные какие-то действия, и он видел очень много смерти на своем пути, и вот он уже возвращается, когда домой и обратно, он уже другой человек, он уже никогда не будет таким вот открытым, не то, что он закрывается, но у него жизнь, она как-то не то, чтобы сломалась, она стала другим, он стал другой личностью, и это видно, вот его характер, он полностью изменился, это не то, что какие-то моменты, да, а вот полностью изменился, то есть, не знаю, может быть, видели фотографии в интернете, да, когда люди уходили во Вторую мировую войну, какими они были молодыми, веселыми, и вот, когда человек возвращается после, там, войны, там, через год, через два, сразу видно лицо, оно стало старым, старым в контексте того, что оно увидело, то есть, очень большой, сильный стресс повлиял на изменение личности этого человека, либо там, не знаю, человек попал в плен, и меняется его личность, либо, если не говорить о войне, например, люди, которые проходят, какой-то стрессовый, люди, которые были заложниками, например, террористов, не знаю, почему он не идет вот в эту, агрессивную, ну, пример в агрессивном этом направлении, но вот, чтобы оказывать, то я и говорю, прям, за одну ночь, говорят, да, человек посидел, там, я не знаю, сильно испугался, вот прям, очень сильный успуг, и вот, человек за ночь посидел, то есть, он изменил свою личность, изменил свой характер, вот, здесь что-то такое будет, правда, это будет у вас не за одну ночь, да, здесь путь такой достаточно большой, но я вижу, вот, впереди лет пять, вот, кого-то либо три, у кого-то пять лет возьмет, займет этот период, и вы будете оглядываться назад, и вы увидите, как сильно вы изменились, вот, такой, был третий вариант, я благодарю вас всех за комментарии, прощаюсь, до новых раскладов, всем пока-пока, до новых встреч, я в Субтитры, укра UV, total love-for-l